В простонародье про пожарных говорят, что они все время спят. С этим Роберт Баширов не согласен. День пожарного спасателя очень насыщен. С утра учебные занятия, потом практические, выполнение нормативов и, конечно же, ежедневная физическая подготовка. Дежурим сутки с 8.30 до следующего 8.30 дня. В любое время, когда поступает сигнал, бросаем все свои дела, одеваемся в боевую одежду и поезжаем к месту пожара. Свою карьеру он начал с секретного объекта. После армии заступил на службу в 31-ю пожарную часть. Там они охраняли нефтеперерабатывающую станцию. Проработал до 2007 года и в феврале перевелся в 8-ю городскую пожарную часть. Здесь работает и по сей день. Своих коллег он считает второй семьей. За каждого подчиненного переживаешь, что у него получается, что не получается. Стараешься оказать всегда практическую помощь. Также активно принимаем участие и в личной жизни каждого сотрудника. В трудном положении всегда стараемся помочь. Если не делаем, то советом всегда стараемся поддержать. Работа опасная, но ко всему привыкаешь, говорит Роберт Баширов. Ситуации всегда разные. Очень часто приходится ориентироваться прямо на месте. Самое главное – это спасти людей. Место страху уже не остается. Сигнал поступил, выехали. Ты едешь в место пожара. И пока ты своими глазами воочию не увидишь обстановку. Вот внутри у меня, например, какое-то волнение. По прибытию к месту вызова там уже все, там уже увидел, все прикинул, рассчитал. Ты уже переходишь в работу, там места волнения нет, там уже надо работать, надо спасать, если надо. Выслуга пожарных спасателей 20 лет. В мае 2016 года Роберт Баширов выйдет на пенсию, но работать планирует еще долго. Главное, чтобы позволяло здоровье. Он любит свою работу, ну а семья поддерживает его во всем. Укреков никогда нет. Это служба, мы люди в погонах. Как я всегда говорю дома, нам приказали, мы должны сделать. Кстати, сын Роберта пойдет по стопам отца. И, возможно, с этого начнется целая династия пожарных спасателей в его семье. Анастасия Худик, Алина Таюпова, городской телеканал ЮТВ.